Социологические опросы утверждают, что не менее 20% водителей, привлеченных к ответственности, считают, что наказаны незаконно и не прочь обжаловать постановление о штрафе. Но не очень хорошо представляют как. Разберемся. Итак, подавать жалобу вы можете в ГАИ или в суд. Лучше, конечно, в суд, потому что судья может объективнее разобраться, чем командир батальона. Но начинать все-таки нужно с подачи жалобы в ГАИ, потому что никакая инстанция лишней не бывает. И только в случае отказа удовлетворения жалобы командирам батальона, тогда уже подавайте жалобу в суд. Подавайте жалобу в течение 10 дней после получения копии постановления под роспись. На 11 день подать жалобу можно в том случае, если 10 пришелся на выходные или праздничные дни. Подавать жалобу можно двумя способами. Первый – живьем в канцелярию с получением отметки на копии жалобы о том, что оно у вас принято. Ну или почтой, что намного удобнее. И ждите приглашения. Сотрудник ГАИ, который будет рассматривать жалобу, обязан предоставить вам возможность участвовать в рассмотрении вашей жалобы. Поэтому обязан уведомить вас. Ну, например, в следующий четверг будем рассматривать вашу клянзу. И помните, сотрудникам ГАИ дано 10 дней на рассмотрение жалобы, а судим аж целых два месяца с момента получения всех материалов дела. Надеюсь, вы получите решение по жалобе самое желанное. Жалобу удовлетворить, постановление о штрафе отменить. Но не пугайтесь, если в решении по жалобе будет указано направить на новое рассмотрение или меру взыскания изменить. Это совсем не страшно. Изменить меру взыскания на более суровую нельзя. Можно только на менее суровую. Ну, например, на меньшую сумму штрафа или штраф на предупреждение. И даже если такая победа пустячок, то согласитесь, пустячок все равно очень приятный.